Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители этих канала Телли Еропонлайн. У меня в гостях Гарри Табах, известный военный, военный аналитик, офицер. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, Михаил. У вас всегда очень такие представления у меня. Ну, спасибо. Друзья, я также напоминаю, что вы можете подписаться на канал Гарри. Кстати, у Гарри вышло хорошее интервью с Андреем Николаевичем Маларионовым. Обязательно посмотрите. Это как раз интервью, которое посвящено той же теме, которую мы с Гарри будем обсуждать. Это теракт в Москве. Поэтому обязательно посмотрите с Андреем Николаевичем Маларионовым. Меня Гарри не просил прорекламировать, но я вот в случае с господином Веллером не могу не сказать, если действительно интервью очень хорошее. Ну что ж, Гарри, вот теракт в Москве. Уже все знают, как и что происходило. То есть все в курсе, не нужно заново все напоминать, рассказывать. Мы видим, что российская пропаганда сейчас пытается представить эту операцию как совместную украино-американскую операцию. То есть, попросту говоря, готовят основу для того, что Песков назвал уже не специальной военной операцией войной. То есть, очевидно, массовая мобилизация и новые попытки агрессии против Украины. Вот как вы считаете, Гарри, так все-таки это попытка российской пропаганды и Кремля использовать теракт ИГИЛа, признанного во всем мире международной преступной организацией, либо же это теракт, который совершила Федеральная служба безопасности, кстати, уже не впервые в истории России, она совершает подобные теракты, икрываясь ИГИЛом для того, чтобы иметь казус Белли полномасштабной агрессии против Украины, хотя куда уже можно полномасштабнее, чем сейчас? Да, нет, я считаю, что одно другому не мешает. Какая там последовательность, это, наверное, мы никогда не разберемся. Это очень такая тема. Во-первых, я вас благодарю, что вы подняли эту тему со мной, потому что со мной поднимают все темы, кроме тех, которые, да, я, наверное, как говорится, попрошу за эту патологию в теме. Я провел 30 лет вооруженных силах США, в основном моя карьера состояла в борьбе с терроризмом. Я участвовал во многих разных уровнях, в разных программах по терроризму, по освобождению заложников, по глобальному терроризму, командиром был в антитеррористическом центре НАТО. То есть занимал я. Ну, меня все время спрашивают о Трампе. А вот Трамп сказал. Как предсказать что-то? Здесь я могу сказать некоторые вещи. По-любому, по-любому. Это была одна из таких вещей, которая позорная. Позорная российским контрразведательным органам, позорная российским властям, позорная российским спецназовцам, которые несколько часов не могли войти в здание, потому что они не тренированы. Они тренировались в коробке, но не в здании. Поэтому, когда они туда пришли, пока они нашли план этого здания, пока они начали разбираться, как куда заходить, какие двери закрыты, где пока что это все горит. Запасные двери заперты, как всегда традиционно. Противопожарная система не работает. Задымление и так далее, и так далее, и так далее. То есть все системы не сработали. Или сработали плохо. То есть это позор системы. Точно такой же позор, как и в Израиле. Был 7 октября. Где все системы израильские, на которых такая надежда была, не сработали. Трубили, трубили. Они бац и поймали их, когда они расслабились сильно. Такой же позор, как 11 сентября в Соединенных Штатах Америки, когда знали, предупреждали. Израильтяне знали, предупреждали. Мы знали, предупреждали. Нас 11 сентября. Русские сейчас знали. Их предупреждали, все знали. И все системы не сработали. То есть это некомпетентность не только одной какой-то отрасли, пожарной или полицейской, или военной, или контрразведанной. Это все отрасли. В принципе, все отрасли посыпались, как домино. И это показатель. Второе, конечно, это то, что, наверное, русские и россияне тоже отвлеклись сильно на войну в Украине. Больше ни на чем не концентрировались. И этот момент использовал кто-то. Использовал. То есть это позор их систем. Сейчас они начнут, конечно, откатывать. Я считаю, что говорить, что вот это вот так придумано, это такая многоходовка КГБ. Ну, это давать им какой-то плюс или какую-то отметку хорошую. Ох, как они придумали. Смотрите, все, сейчас свалят на украинцев. Ну, тут не надо ничего сильно придумывать. Такой же позор, как и с сахаром. Они тогда с домами попались. Это тупицы. Тупицы. И сейчас они начнут придумывать, как они все это придумали. И все это вот журналюки будут разносить. Насчет ИГИЛа. ИГИЛ – это не такая монолитная организация. По большому счету, ИГИЛ был уничтожен нами. Когда президент Трамп развязал нам руки и сказал валите их. И они были уничтожены. Талибан ушел. Но вот эти микроклетки раковые, они где-то остались. Их надо было добивать. Но этого уже не случилось. Почему? Потому что пришел Байден. Наш позорный уход из Афганистана. Талибан возвращается. Вот этот ИГИЛ-Кей – это радикальное крыло Талибана. Талибан тоже не монолитная. Прошу прощения, организация. И там причин много. Значит, ИГИЛ тоже разный. И они тоже действуют по-разному. Если в этой операции признаки ИГИЛа есть, они не выдают никакие требования. ИГИЛ просто отрезает голову и показывает. Или сжигает детей и показывает. Просто шоком занимается. Беспорядочным. То есть вы его можете ожирять везде, в любое время. И они ничего не захотят, кроме того, чтобы убить вас в самой извращенной форме. Топить, все это записывать, отрезать, сжигать и так далее. И все это выставлять в медиа. И все это будет расходиться по всему. И все будут, значит, бояться ИГИЛа. Это было показано в этом террористическом акте. Они зашли, они убивали просто так. У них не было никаких требований. Но не было кое-каких вещей, которые обычно с ИГИЛом бывают. То есть там не было крика «Аллах, Акбар!», не слышно во всяком случае. Думаю, что эти ублюдки, которые там были, они не настоящие ИГИЛовцы. Они просто, что называется по-русски, отморозки. К которым заплатили деньги, они пошли убивать, им пофиг. А кто заплатил? Ну, вот тут вопрос. Кто им заплатил, или вообще им платили. Но они не кричали «Аллах, Акбар!», и они не отрезали, не показывали на виде отрезанную голову или еще что-то такое обычное. Это такая роспись ИГИЛ. То есть это такой ИГИЛ-лайт, можно сказать. Что они просто убивали и сожгли. И они, конечно же, они расходный материал. Я думаю, что это если, опять же, тут если. Но я думаю, это они. Тех, кого поймали, они не расходный материал. Их как бы послали, чтобы специально поймать. То есть машина, оружие не выкинули. На том же дрондулете на каком-то ехали. Ничего не поменяй. Даже любой человек, который смотрел кино про шпионов, он понимает, что надо оружие выбросить, этот нож в колодец. Там сесть на другую машину. Это тупицы. И это видно, что они просто отморозки. Кто их поймал? Опять же, их поймали не те, кто должен был их поймать, я думаю. Если смотреть, кто их поймал и привел, это какие-то колхозники, которые с вилами, с автоматами старыми в резиновых сапогах. Но я утрирую. Их привели. Нет, так вы не утрируете. Вы, кстати, зря говорите, что вы утрируете. Вот на видео уже видно. Ну, вы видели, да? То есть кадры как отрезают ухо одному из этих террористов. И я обратил внимание, что отрезает человек. У него брюк от светохаки, а на ногах чуть ли не галоши. Но это вряд ли похоже на спецназовца. Ну, спецназовцы даже если такое... Я не думаю, что они бы такое делали. Но если бы они даже делали... Опять же, я не говорю, что русские там так... Нет, есть там отморозки, а есть профессиональные спецназовцы, которые такими вещами не занимаются. Просто это не в их порядке. Они не... Вообще отборы в спецназ, в такие подразделения садистов, туда не берут садисты. Они люди трусливые сами по себе. Поэтому это потом, кто приходит после них, вот начинает эти унижения и садистские вещи делать. Спецназовцы тебе молча всодят две в грудь, одну в бошку и пойдут дальше. У них ничего личного с тобой нет. И это видно. Ну, и потом, если бы это спецназовцы делали, они бы это не снимали и не выставляли. Понятно, это тоже такие игиловцы. Только русские игиловцы. Суседнего департамента. Ну да, это такие бездарные личности, которые любят такие вещи еще поставить на показуху. И у нас в Абу Грейв тюрьме это было, когда они там их раздевали и снимали, потом выставляли. Ну, идиоты, кретины, эти надзиратели, которые сидели в этой тюрьме. Это были не спецназовцы. Я говорю о нашей. Сейчас они попали потом все в тюрьму тоже из-за этого. И, конечно же, то есть, и они их послали к украинской границе. Говорить, что есть окно в украинской границе, это чушь собачья. Потому что невозможно сделать. Это нужно тысячи людей подкупить, чтобы они все молчали и все знали, как это делать. Эта операция невозможна. Сделать окно, проход через украинскую границу. Потому что сегодня украинская граница самая охраняемая граница в мире. То есть, там стоят миллион человек на этой границе. А там КГБшников, извините, очень много. И так что они бы не прошли. К белорусской, ну, в белорусской их тоже поймали. Белорусы, русские, примерно одно и то же. Они сами говорят, что белорусы помогли. Вот я думаю, как раз такие белорусские крестьяне, какие-то там колхозники, которые пришли, я не знаю. Разве они говорят, что они помогли. Если бы они куда-то и шли гипотетически, в смысле, чтобы если бы они их правда хотели спасти и увезти, они бы, наверное, пошли к казахской границе. Казахстан. Она большая, там, в Казахстане им легко потеряться, потом Китай, и ты их хрен найдешь. Правда, ИГИЛ угрожает всем. Вопрос есть, почему они это сделали в России, почему они сделали в этом центре. Я в этом центре был много раз. Он довольно-таки охраняемый. Всегда видел много охраны и милиции. Но это тоже сложно сказать, потому что это ИГИЛ. Они нашли где-то слабую, что они где-то кого-то подкупили. Они где-то нашли какие-то ходы. И если бы это было в каком-то другом театре, в большом или еще в каком-то большом центре, может быть, они и там бы провели. Видимо, это у них было выстроено... Они же тоже ищут легкие пути. Они не ищут сложные пути. Надо понимать это. Видимо, они нашли туда легкий путь. Опять, это мои мысли такие. Из моего опыта. Они не очень умные люди. Они ищут желтую прессу и так далее. Поэтому эти отморозки, они были расходники. Они были не совсем ИГИЛ. Они были полусоветские. То есть они никогда, видимо, не проходили обучение в террористических лагерях. Там где-то в Афганистане или в Иране или еще где-то. Они, видимо, так и были в Таджикистане, никогда оттуда не выезжая. Там их накрутили, там их подготовили быстренько. Они убийцы по своему характеру. Отморозки. Они, видимо, не первый раз убивают. И вот их послали туда. И потом, чтобы они попались. Дали им какие-то указания, чтобы они вляпались. И они ничего не знают. Из них ничего не выбьют. Им приклеят, что они шли в Украину. Они даже, я думаю, не знали, куда они шли. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой. Поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через Revolute. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolute позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Ну, заказчик, на ваш взгляд, это кто? Администрация президента России, это Федеральная служба безопасности. Просто, скажем, чтобы они говорили, не упрекали в акульных обвинениях, можно просто посмотреть на историю. Ведь до 1999 года не было ни одного взрыва домов в России. Да, был захват больницы Буйнакски, действительно, он буденовский, точнее, он действительно был. Норд-Ос был. Да, не, Норд-Ос был в 2002 году, да. Но вот я имею в виду до 1999 года. Но взрыва домов не было. Дальше каждый раз, когда происходил террористический акт уже при Путине, Путин это использовал для политических целей. Будь то победа в выборах, будь то отмена выборов губернатора, будь то закрытие телеканала НТВ в старом формате. И вот сейчас заявление Пескова, оно как бы синхронизировалось вот этим вот терактом, да, по переходу специальной военной операции, так называемой, уже в военную фазу. То есть здесь, понимаете, здесь торчат уши. Конечно, когда мы говорим об Израиле, есть конспирологи, которые ищут, кому было выгодно в Израиле события 7 октября. Но это так могут рассуждать только люди там полуумные, да. И мы понимаем, что действительно на чужой роток не накинешь платок. И есть глупые люди, которые считают, что кто-то из израильских спецслужб мог пойти на это преступление. Но это маргиналы. Мы даже не рассматриваем такую версию. Мы понимаем, что просто прозевали террористическую атаку Хамаса израильские спецслужбы, так. Но они ее точно не инициировали. Это мы совершенно в этом уверены. Но здесь, в случае с атакой на Крокус-центр, ФСБшные кровавые уши, да, они действительно торчат. Но просто кому еще было бы выгодно заказывать этот теракт, да. И самое главное после выборов, когда уже игра сыграна, да. Потому что если было до выборов, люди бы просто боялись прийти к избирательным органам. Но согласитесь, очень много странных совпадений. Нет. Вся наша жизнь сегодня на планете очень странная. Мы сейчас сидим с вами уже сколько, 15-20 минут в эфире. И вот прям до начала, за минуту до начала эфира, вы знаете, что прилетело и грохотало в Киеве. Прилетели уже модернизированные ракеты. Украинское ПВО не смогло с ними справиться. Понятно, что они-то модернизируются все время, а украинцам не дают этого. И не дают совмены. И попали в жилой дом. Насколько я понимаю, сейчас идет... Приехали туда все помогать, разбираются, говорят, что там жертвы. Жилой дом рухнул, потому что это не осколок. От ракеты попал туда и снес несколько этажей, а целый дом. Поэтому мы имеем дело с террористической организацией. Мы не имеем дело с государством. Мы имеем дело с огромной террористической организацией, которую еще ко всему возглавляет КГБшник. Это очень опасно. Мы имеем дело с экстремально опасным террористом. Огромным. У него еще и ядерное оружие, может быть, есть. Наверное, есть. И поэтому террористы, они работают друг с другом. Даже если это щииты, это суниты, это коммунисты красные, эти борцы за свободу, эти наркодилеры, но они все террористы. И если даже у них нет общего цели или общей идеологии, они все равно работают друг с другом. Они все равно учатся друг с другом. У них все равно есть связь друг с другом. И когда надо, они работают вместе. Когда им это надо. Когда тем и другим это надо. Ну, слушайте, мы иногда имеем союзников, которые не наши друзья. Вторая мировая война Соединенных Штатов Америки и Советский Союз не друзья в Великобритании. Явно не друзья. Но были союзниками против еще одного беса. Поэтому кто заказчик, мы можем догадываться. Но заказчик может быть не один. И напрямую заказчика нет, это я вам гарантирую. Но напрямую к этим ублюдкам прямого заказчика нет. Там прокладок много. Кто в этих прокладках участвует? Да, может быть и Россия участвует. Может быть еще кто-то. Иран там еще кто-то участвует. Хазбулла участвует. Многие могут в этом участвовать. В Таджикистане какое-то движение может участвовать в этом. Но в этом, конечно, это надо изучать и пытаться создать эту цепочку. Опять же, с точки зрения выгоды Путину лично, тут нет. Это позор российским службам. Может быть они сделали и опозорились, как с сахаром. Потом начали придумывать, что это учение. А кто их поймал? Опять же, их поймали мужики, которые там в гараже крутили какие-то гайки. Видите, какие-то мужики мешки несут в подвал. Позвонили в милицию. Милиция приехала и ареста повязала этих дебил. А потом КГБ уже вышло и склонует к учению. Потом они раньше объявили. И здесь тоже такие объявления сразу в сторону Украины. Вот, например, я думаю, что это из-за дурости тоже. Но, опять же, это привяжется к чему-то. Но у меня впечатление, я не знаю, потому что я не могу допросить этого человека. Я не могу иметь там свою команду, которая сделает это профессионально. Но Юлия Латынина сразу вышла моментально и привязала это к Украине. Потом сняла это со своего сайта. Ну, знаете, интернет. Просто потому что это снял, это не значит, что оно больше не существует. Конечно же, люди нашли. И большая критика тоже самое с Путиным. А когда они выступают, они пытаются это привязать к Украине. Но это будет сложно. То есть для внутреннего рынка, да, они это привяжут. Там люди будут ходить, бей хохлов, спасая Россию и так далее. Но в мировом понятии нет. Но единственное, где они получили бенефит от этого, так сказать, от этой трагедии. Потому что это трагедия. Там люди, которые невинные погибли. Просто потому что они пекли хлеб, а этот хлеб закупала российская армия. Это не значит, что они коллаборанты. Они точно так же, просто потому что они платят налоги. На эти налоги покупается военная техника. Это не значит, что они коллаборанты. Потому что мы все коллаборанты. Мы все используем горючее, мы все используем газ. А это все российское. Все. Включая Украину. И даем деньги за это. Большие деньги, огромные. На которые работает их машина. Поэтому это трагедия для людей. Это человеческая трагедия. Там дети были, погибли. Мы не такие люди, которые радуемся или пытаемся убить гражданское население. Особенно детей. Как только что сделали в очередной раз русские ударив по гражданскому дому. Это не наш стиль. В чем у них бенефит оказался? Это то, что теперь весь мир им сочувствует. Но они сочувствуют не людям, а опять же стране, русскому народу. В этом они, конечно, выглядят. Теперь отвлекли внимание. Отвлекли внимание от Днепрогез. Где это должно было обсуждаться. Потому что это выгода в этом. Потому что тут как раз это преступление против человечества. Не просто против Украины или экологии. По Женевской конвенции разрушение плотин – это преступление против человечества. Как там, например, использовать ядерное оружие. И сегодня мы не знаем, чем это закончится. Потому что могут быть там трещины, еще что-то. Это может проявиться через год, а может проявиться завтра. И создать просто катастрофу человеческую, экологическую и так далее. Но мы же это уже видели в Херсонской области, когда, по сути, Запад проглотил. Но в Херсонской области, как бы они сказали, что украинцы это сами сделали. И там такого прилета не было. Здесь никакого аргумента нет. Здесь и потом это намного больше. Станция это намного. Ужасный эффект будет намного ужаснее, чем твой ужас. Поэтому, конечно же, это было... Весь мир всколохнулся из-за этого. И моментально забыл про это, потому что произошел террористический акт в России. И вот из этого они выкачивают выгоду. И отвлекутся. Будет отвлечение. Но, опять же, весь мир сочувствует. Весь мир послал соболезнования России. То есть они сочувствуют. Хотя в Украине столько людей погибает каждый день. Погибают дети. Но каждый день в Украине уже в течение больше двух лет никто соболезнований не присылает. Озабоченности, то, сё. Но, поэтому, конечно же, здесь вот такой цинизм. Двойные стандарты такие. И мы оказались заложниками этого. Мы оказались жертвами этого. Точно так же, как и израильтяне. Ох, теперь жертвы Хамас и Газа. Хотя там остановить легче легкого. Отдайте заложников, и военная операция остановится. Гарри, я в завершение вам задам вопрос, который мы, собственно, начали. То есть мотив. Если мы понимаем, что так или иначе в этом теракте либо он был спровоцирован на ФСБ, либо в нём ФСБ в конечном счёте была заинтересована, либо он будет использован для решения каких-то политических задач. И, опять же, учитывая эту декларацию по поводу войны. Вот как вы, как профессионал, видите, скажем так, перспективу развития событий? Потому что у нас есть полярные точки зрения. То есть, с одной стороны, господа Дугласа Макгрегора и другие Мишмайеры, они говорят, для них, в принципе, всё плохо. Есть другие, которые, как Майкл и Коффмэн, говорят, что, наоборот, всё хорошо, есть перспективы улучшения. Вот вы, как профессионал, вы видите развитие ситуации. Я могу сказать, что вот эти Макгрегоры и все остальные, что мне сегодня, как начался этот террор, и я навещал кракенцев в госпиталях, и знаете, что у меня близкий мне человек, это Азовец, то в мою сторону уже пошли угрозы от Ската Риттера, который вот ездил в Чечню, который вот этот сидел в тюрьме у нас за педофилию. Майор, бывший майор морской пехоты, хотя бывших морских пехотинцев не бывает, но в его случае он бывший. И вот он уже угрозы мне присылает, то есть это вот эта компания, которая спонсируется, которая огромная, у них система у нас в Соединенных Штатах, кто-то им платит. У них студия, это не мы с вами сидим, работаем с айфонов. И у них сила, и они уже, да, вот налетели на меня, у меня идут угрозы, что я попаду под суд, потому что и кракенцы, и азовцы, это фашисты, это нацисты, это то все, тридесятые. Но, как вы видите, чей флаг у меня здесь висит, сидит, и у меня вообще-то дом декорирован в их стиле. Поэтому, да, это будет использоваться, все они будут использовать это. Это насчет, мы видим, мы с вами сидим, и только что была атака на Киев, погибли люди. Уже знаем, что там люди под завалами погибли. Гражданское кидо. КГБ, опять же, какая задача КГБ? Планировали они это, это от них шло. Или они потом присоединились, участвовали в этом, или они не участвовали в этом. В любом случае, их задача повернуть это в пользу России, в пользу Путина. Это будет их задача. Они сейчас занимаются. Они будут... Участвовали они, спланировали ли они это, или потом они прилипли к этому, как пигибэк у нас называется. Или они вообще не в курсе, что произошло. Но теперь они будут всё делать, чтобы это повесить на вас. И мы уже это видим, результат этого. Не прошло и дня. Гарри, вы знаете, я не могу вас не спросить. Вы при всей своей занятости в этом 2-3 интервью в день так и иначе записываете. То есть вас берут интервью, я в меру своих сил тоже 2-3 интервью в день записываю. Честно сказать, что даже если бы я был в свободе на другой занятости, у меня бы сил не хватило, это очень сложно. Но, например, вот Доглас Макгрегор... Ну, вы знаете, если посмотрел в Ютубе одно видео, те выскакивают и все остальные. Я поражаюсь. То есть это человек огромной какого-то силы воли, огромного здоровья, потому что ежедневно он даёт, я не знаю, 50 интервью. То есть у меня всплывает на разных каналах, причём всплывает его интервью на каналах в 2-2 тысячи подписчиков, в 500 подписчиков, в 5 тысяч подписчиков, и он каждый раз по часу делает интервью. Между ними миллионы просмотров. Да, но... Вот этот профессор, Чикак Закунис, это ещё один духовник сейчас, это вот этот Скайпвитер, у них миллионы, у них студии, на них работают... Ну да, там есть Дэниел Дэвис, такой тоже, да. Да, да, да. Они работают, они полторы, хотя они не выше званием, чем я, они не специалисты в этой эре, у меня профессия была, называлась Foreign Aerial Officer, то есть я считался специалистом по этому региону, это была моя работа. Я служил и в России, и в посольстве, и в НАТО, и везде. Они танкисты, эти два, оба танкисты, Скат Риттер, правда, тоже фейер, то же самое, что я, но он майор, он намного ниже звания был. И у них студия, у них там миллионы долларов в них инвестированы, в Америке против них никого нет, меня нету против них, я на русскоязычных каналах в основном, и, конечно же, это кто-то действует против Украины, и платит огромные деньги, но в Украину в это не инвестируют. Да, так я, смотрите, я не знаком с законодательством Соединенных Штатов Америки, но, скажем, я читаю периодически про кейсы, когда люди лоббируют чьи-то интересы в Америке, но при этом не зарегистрированы как foreign agents, и они попадают после этого в тюрьму, потому что они ведут противоправную деятельность Соединенных Штатов Америки. Вот когда функционируют целые сети каналов, которые, ну, попросту эксплуатируют нарративы России, используют кадры, значит, российской пропаганды, это же все видно в интернете, причем мы делаем это централизованно. Это не так, к сожалению, потому что есть свобода слова, и они имеют право говорить все, что они хотят. Между строк они мне угрожают. У меня есть программа про Скат Риттер, Скат Риттер, так и написано. У меня она на Ютубе вышла год тому назад. Я еще тогда не про Макгрегора, не про Дэвиса, не про этого профессора, чью фамилию я не могу произнести. Я не знал про них тогда. Это потом уже я узнал, вот из-за того, что я выпустил эту программу про Скат Риттера, так как мы служили в одной организации с ним. И я про него тогда еще знал, я про него тогда еще слышал, про него, про его жену. Такая была скандальная ситуация, что у нас, конечно, не слыхано, особенно в морской пехоте, такого, ну, такое не бывает. Ну, такие люди в морской пехоте не проходят. И если вы откроете эту программу, посмотрите, во-первых, там просмотров у меня очень много. Почему много просмотров? Потому что там мне идут вот реальные угрозы, одно за другой, одно за другой, одно за другой. Там тысячи их. То есть это кто-то занимается этим. Они пытаются эту программу убрать с Ютуба. Они пытаются эту программу закрыть. Я снял с нее монетизацию, я снял с нее все, чтобы там не придрались ни к чему. Потому что, опять же, я не профессионал, я это сделал сам, никто мне не помогал. У этих людей работают команды, огромные команды. К сожалению, их не могут судить, если только там что-то не случается конкретное. Джейм Фанда поехала во Вьетнам и позировала с Вьеткангом на зенитке, которая сбивала наши самолеты во Вьетнаме. Это во время Вьетнамской войны. Вернулась, да, ветераны ее там бойкотировали. Но все остальные продолжали смотреть фильмы с ней. Она сексуальная, и тогда-сюда. Она продолжала быть популярной. Никто ее не судил, никто ее ничего не сделал. То, что вы говорите, это лоббирование, когда они становятся foreign agent, иностранными агентами. То есть они ходят в Конгресс и напрямую влияют на конгрессмена или сенатора, или какого-то политика важного, и не регистрируются. То есть представляют интересы другой страны и не регистрируются с ФБР и с Министерством юстиции. И вот тогда, да, они попадают в неприятности. Что сегодня у нас идет с Хантером Байденом. Они его обвиняют в том, что он лоббировал интересы Украины, интересы России, и интересы Китая со своим папой, будучи незарегистрированным иностранным агентом. Получал деньги от этих стран. Может, не напрямую, может быть, он там считался, что он сидит на совете директоров, а ничего там не делает вообще, какая квалификация. Мне почему-то такую работу никто не предлагает здесь. А ему дали, да? Значит, он лоббировал. И сейчас у нас в Конгрессе ведутся слушания, где два бывших партнера. Один, кстати, бывший офицер, морской офицер, Бобинский, как-то его фамилия. И говорят, да, он лоббировал, да, его папа вмешивался в бизнес, да, его папа наста... То есть, иностранные бизнесы, то есть, они брали деньги за это. Вот это незаконно. Вот это незаконно. Если бы это был Трамп, я думаю, что это у нас бы импичмент был давным-давно. Но и даже сейчас администрация Байдена вышла и сказала, чтобы украинцы не бомбили и не уничтожали нефтеперерабатывающие заводы России. Потому что это может повлиять на цены на нефть. Как это повлиять на цены на нефть, я не понимаю. Причем тут нефть и нефтеперерабатывающий завод. На бензин в России может быть, но не на нефть. Наоборот, в России может быть больше нефти, потому что она не сможет переработать. Ну, неважно, это для экономистов и экспертов вопрос. Я дилетант в этом. Но почему они говорят? Потому что... А сейчас избирательная кампания для Байдена. То есть, он хочет, чтобы вы перестали бомбить русские объекты, которые вас убивают, которые по вам сейчас стреляют, потому что им, они заряжаются вот этим бензином. Потому что это помешает его избирательной кампании. Вот здесь он занимается политикой в личных интересах. Вот этого нельзя у нас делать. То есть, за что устроили импичмент Трампу? Мол, он говорил с Зеленским, чтобы тот начал бороться с коррупцией, с его бывшим вице-президентом, который в этом участке был. В личных интересах он это делал не для того, чтобы Украина боролась там с коррупцией, не для того, чтобы в Америке было меньше, а для того, чтобы найти грязь на Байдена и таким образом помочь себе в выборах. А это в личных интересах. И вот за это они ему тогда устроили импичмент. Так, когда Зеленский сказал, нет, никакого давления на меня не было. Что вот Байден запомнил это, Трамп запомнил это. И Байден тоже, наверное, запомнил это. Но вот здесь напрямую Байден говорит, перестаньте это делать, потому что это повредит моей избирательной кампании. Насколько я вам открытую. Ну, как он привез тогда миллиард долларов и сказал, я не дам, пока вы не уволите Шокина, генпрокурора. Вот это влияние, открытый шантаж. Он диктует вашему президенту, что делать, кого увольнять, кого брать на работу. Если бы это сделал Трамп, это был бы импичмент. Но опять же, вот такие двойные стандарты. И сегодня Байден говорит, не бомбейте, потому что это помешает моей кампании избирательной, а вы пока дохнете. Там пусть вас бомбят. И ничего взамен не дает. Не дает ни ПВО, ни оружия. Ничего взамен не дает. Вот просто умирайте там, пока идет моя избирательная кампания, а потом там посмотрим, что вы будете делать. И ничего, как с гуся вода. Никто у нас в левых МИГе по СНН вы этого не увидите. А, Гарри, спасибо вам большое за это интервью. Очень подробно, интересно, верен зрителям понравится. Гарри Табах, известный военный эксперт, аналитик, офицер был сегодня с нами. До новых встреч, Гарри. До новых встреч, зрители. Субтитры сделал DimaTorzok